Под социальной сетью, да, в русском языке мы там называем тоже опять много всяких вещей, да, например, ВКонтакте, там, Фейсбук, да, Инстаграм мы тоже называем социальной сетью, но в английском это называется сервис, да, социальный сервис. Не знаю, я даже не помню, что ты писал, ну, не важно, ну, короче, да, поэтому я вряд ли меньше буду говорить, наверное, о сервисах, и мне интереснее говорить, наверное, да, вот, потому что социальная сеть это вообще возникла как идея понимания социальной структуры, да, общественной, потому что есть как бы две такие точки зрения на общество, что, ну, преимущественно, что есть общество как совокупность групп, да, там, не знаю, разных социальных страт, да, или там разных акторов, не знаю, там есть, допустим, не знаю, первое, что в голову приходит интеллигенция, пролетарий, да, или классы, да, не знаю, есть там, не знаю, бизнесмены, есть там, да, не знаю, там люди, которые там, да, больше работают, там, бизнесмены-бюджетники, да, либо предприниматели-бюджетники, ну, еще что-то, ну, то есть, можно много всяких групп набить. Есть студенты, есть, не знаю, есть родители, есть там дети и так далее, то есть, много групп, но есть такая другая точка зрения, есть точка зрения, что человек, это как бы вот участник каких-то отношений, и человек, безусловно, он может выступать, как представитель какой-то социальной группы, ну, и чаще так выступает, но еще он во время взаимодействий, он, на самом деле, как-то не задумывается, на самом деле, да, вот он сейчас как кто выступает, да, там, как, не знаю, там, как лектор, не знаю, как там аспирант, либо еще что-то, да, важно, что есть какие-то отношения, да, и эти отношения формируется вокруг, вокруг чего-то невидимого, да, есть какая-то вот темная материя вокруг нас, да, и порядка, порядка какая-то социальная сеть, да, все понимают, как выглядит сеть, если, допустим, мы можем нарисовать вот там одного человека, да, есть там другой человек, есть третий человек, четвертый человек, пятый человек, и между ними вот есть какие-то вот, типа там связи, да, еще что-то, и эти связи можем там исследовать. вы придумали кит вопрос мы уже снимаем вы же начали есть какие-то вот вопросы да чтобы я вот отвечал именно них что было интереснее давайте можно же не знает не стесняйтесь ну но вам интереснее лекцию просто послушать да вот человек и социальная сеть ланоки хорошо короче это уже как и я сейчас чувствую как на острове оторванным от всех надо посмотреть события у людей как они там заявки на фотосессии дают очень важная вещь уже прям необходимы спасибо а есть какой-то вопрос ладно коллеги давайте друзья друзья слушатели да вернемся к теме мне мне как бы очень важно выдержать такую линию да вот ближе к теме да и и я стараюсь задержаться куда там подальше вот простых там рассуждения да там чего вот я по словам не я станет психолог я я занимаюсь многими вещами в частности дам я да вот пытаюсь исследовать да как люди взаимодействуют и пытаюсь визуализировать это взаимодействие с помощью станет стиль и это очень удобно почему первых мы можем осветить взаимодействие да во многом благодаря там технологии до каких-то связи взаимодействие множество людей да там не знаю десятков сотен тысяч миллионов даже людей и отследить взаимодействие с кем в какой момент и где оказало наибольшее влияние на наши убеждения наши отношения с кем-то одна из таких ну может быть да то что приходит голову там эксперимент был с фейсбуком пару лет назад они взяли разделили всех там своих пользователей на две группы одной группе в новостной ренту приходило больше позитивных сообщений отфильтровывалось а другую группу там фильтровалось больше негативных сообщений и что не обнаруживание тут же обнаружили что те люди который читает больше позитивного текста они оставляют это более позитивные статусы до сообщения там как если чувствует например да либо свое мнение ну как мы это обычно делаем но все те люди которые читать больше негативного текста оставляли больше негативных да там статусов вот и и вот в этом как бы есть да и помимо всего прочего да мы как можем отследить, как вот это влияет, допустим, на отношения там с нами, да, вот есть такой принцип, есть, блин, жалко, что нету ни презентации, ничего, мы можем, социальные сети, это прежде всего, и почему сейчас это стало модным, и везде постоянно звучит, помимо пиара, да, там, восприятия фейсбуков и тому подобным, но в социальных науках это активно исповедуется, ну, исследуется, потому что появились, да, там, технологические возможности, да, все пользуются, там, 2 миллиарда смартфонов, да, там, сейчас у всех есть сменить, да, там есть, там, возможность все эти данные со смартфонов как-то агрегировать, да, и исследовать, как люди там взаимодействуют между собой, да, и все эти данные могут там обрабатывать, ну, мощные компьютеры, да, хотя сам термин возник еще, ну, точнее, впервые там сеть взаимодействий нарисовал Джекоб Морено, кто-нибудь знает такого человека, или Морено, да, он, он, он известен двумя вещами, во-первых, он нарисовал, да, социметрию, да, вот там, допустим, не знаю, может задать вопрос, допустим, детям, которые учатся в классе, да, спросить, с кем бы вы пошли на разведку, да, или кого бы позвали на день рождения, и мы можем посмотреть, да, какие-то вот отношения с импатией между людьми, да, кто-то предпочитает с кем-то пойти, там, не знаю, позовет на день рождения в первую очередь, а кого-то в последнюю очередь позовет, да, и можем сделать осуждение о том, что вот те, кого он позовет в первую очередь, не жним какие-то вот приятельские, дружеские отношения, да, там, доверительные, может быть, еще что-то, И это предложил Морено. Вторая вещь, чем известен Морено, да, он известен психодрамой. Он, насколько мне известно, он интересовался театром, и он был на какой-то постановке, и там была актриса одна, она играла вот роли таких покладистых, да, девушек, да, женщин, но в жизни она была конкретной, ну, знаете, там, стервой, сущей ведьмой она была. Вот, он предложил, я попробуйте сыграть на сцене, да, какую-нибудь там, не знаю, не очень приятную женщину. Она сыграла, и он тут же обнаружил, что она стала в жизни, да, более такой спокойной, да, там, общительной, да, доверительной и так далее. Ну, это двумя вещами, да, и с тех пор, да, вот эту метафору, да, сети, симметрию, ее там начали использовать повсеместно, да, в антропологических исследованиях изучая там разные этносы, да, в социологических исследованиях, да, изучая там разные группы людей. И первое такое, наверное, самое громкое исследование, известное, это было исследование Герана Веттера в конце 50-х годов. Он исследовал то, как люди там ищут работу новую. Он просто спрашивал, да, вот, от кого вы узнали о том месте работы, где вы сейчас там трудитесь. И была там, были там две гипотезы конкурирующие, да, что либо через знакомых друзей, да, близких и взрослых они узнают, либо там узнают через друзей-друзей, да, там, ну, каких-то дальних людей, с которыми он обычно не общается, но знает, что они есть, да, как в жизни у нас всех есть. И он назвал это, вот, есть близкие друзья, да, с которыми мы часто видимся, это сильные связи, а люди, с которыми мы общаемся редко, или отношения, которые посредственны, там, да, нашими друзьями, он назвал это слабые связи. Он обнаружил, что в основном люди находят работу через слабые связи. Это, да, и это, значит, там, да, дало, как бы, вот такой старт вообще, там, развитию, так называемой, экономической социологии. И в прошлом году Марк Грановиттер был одним из главных претендентов на получение Нобелевского премии по экономике, но в итоге он не получил ее. Но, опять же, он получил это в многом благодаря тому, что он научился применять социальные сети для изучения экономики. Также, кстати, мы этим исследованием обязаны такому понятию, как неформальная экономика. Есть формальная экономика, которая, там, идет по налоговым, да, там, документируется, а есть неформальная экономика, в основе которой лежат, там, да, вот, готовность сдать кому-то в долг, да, не знаю, там, как, 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 там, по делу их семьи, там, деньгами распоряжаются. Да, никто об этом не знает, но как-то происходит. Ну, еще, конечно, там, экономика, которая, там, идет в темную, да, и тоже можно исследовать. Григорий Явлинский, который политик, у него как раз докторская на эту тему, неформальная экономика, очень интересная работа, если интересно, можете почитать. Вот, и все это стало активно развиваться, тогда появились, там, компьютеры, которые могут все эти данные обрабатывать. Обычную мат, да, там, обычное взаимодействие людей, социальную сеть, там, не знаю, 20 человек очень сложно обрабатывать, да, а что же говорить о взаимодействии, там, не знаю, сотен людей, там, тысяч людей, которые еще во время все это расположены. Потому что, потому что, допустим, не знаю, вот, если мы возьмем, там, 5 человек, пытаемся, там, спросить, да, там, опять же вопрос зададим, да, кого позвали на день рождения, мы получим какую-нибудь, не знаю, вот такую картинку. Да, вот есть люди, и вот отношения, да, один позвал бы вот этого, этот вот это позвал бы, этот позвал бы вот этого и так далее. И это довольно трудно, там, проанализировать, да, и поэтому мы это представляем в виде какой-то матрицы. Матрицы тут есть, не знаю, люди, которые изучали линейную алгебру, графы, класс, значит, да, значит... Мы в этих людей всех можем представить некоторой одной такой, да, вот числовой таблицы, где вот есть... Где вот тут вот есть причисленные люди, да, а тут есть и такие же вот люди причисленные тут. Да, и можем посмотреть, где есть пересечения между ними всеми. Если тут пересечения есть здесь, значит, есть какое-то отношение между первым и вторым человеком. Да, если есть отношения здесь, значит, есть между, там, первым и третьим и так далее. И мы эти вещи можем, там, анализировать, да, и смотреть, как они меняются, там, во времени, какие-то там между ними отношения. И это нам открыло возможности по исследованию, допустим, социальной структуры. Например, опять же, если мы придем в какую-нибудь компанию и спросим, ну, конечно, так в лоб не спрашивают, но тем не менее, у нас, допустим, кого вы больше всего доверяете. И мы сможем посмотреть людей, кому больше всего доверяют. Это, так называемая, одна из мер центральности. То есть мы можем понять человеку, который больше всего доверяет, и если мы хотим, не знаю, там, предложить какие-то инициативы, либо с кем-то посоветоваться, можем прямо пойти к этому человеку, которому больше всего доверяют, и как с ним поговорить, и узнать, что происходит в компании на самом деле. И далее, что мы можем найти? Мы можем найти так называемые принципы, гомофильные отношения. Гомофильные в смысле, что обнаружили, это еще там, да, как бы без социальности, обнаружили, что мы общаемся чаще всего с теми, кто похож на нас. Кстати, да, вот было исследование, там, исследование ожирения, если кто не знает, да, там, крестакиса. В Америке проводилось большое исследование, длилось в течение, там, 30-40 лет. Исследование болезни сердца называлось. Одно из самых масштабных, которое когда-то проводилось. Что они брали? Они брали людей, да, ну, и каждый год смотрели, там, брали у них анализы. Там, вес, кровь, с кем они общаются, да, там, какие-то наследственные заболевания пытались понять. И, а, нет, тогда не было наследственных заболеваний, это полная чушь, да. Геномика тогда была вообще на низком уровне. Но, тем не менее, да, уровень сахара в крови, да, индекс веса, то есть, соотношение роста к весу, да, естественно, ну, есть там, есть индекс, который говорит там, что излишний вес, да, либо там дистрофия и так далее, все это смотрелось. И смотрели, и спрашивалось еще, кто с кем взаимодействует, чаще всего, кто с кем, кто у вас в друзьях. И также смотрелось, какой там индекс вес, допустим, ваших друзей. И что там обнаружили? Обнаружили, что те люди, с которыми чаще всего общаемся, они как-то оказывают у нас влияние в плане веса. То есть, если у вас есть близкий друг, который страдает ожирением, да, либо там родственник, с которым часто общаетесь, страдает ожирением, то там есть порядка 50% вероятность, что в ближайшее время ожирением заболеете вы. Если там у вашего... И вот там фишка, да, и там еще есть один фиш, который подтверждает, почему социальности это круто. Да, если у вашего близкого друга, есть близкий друг, который стоит ожирением, то есть примерно там 25-50%, что ожирением заболеете вы тоже. И это можно слить до 6 степеней свободы. То есть, там друг друга, друг-друг-друг-друга, так далее, так далее, так далее. Все это можно осъедить. И одна из интерпретаций, есть две интерпретации всего. Почему так возникает? Что это заразная болезнь? Да, что это заразная болезнь? Но почему она заразная? Есть там типа две интерпретации. Есть, что срабатывает принцип гомофилии, что, допустим, полнотучные люди склонны общаться с теми, кто больше на них похож, да, и там близкий старший дистрофий, да, больше склонны общаться с тем, что я тоже дистрофий, да. Там можно много подоплеки, да, потому что найти, типа того, что, не знаю, он лучше меня понимает, да, у нас какие-то общие темы для разговоров есть, еще что-то. Есть другая интерпретация, и, честно говоря, она нравится мне больше. Просто у нас есть какой-то образ жизни, да, который мы вот делим. И у нас есть друзья, и часто общение с ними приводит к тому, что у нас сформуется какой-то образ, общий образ жизни. И если, допустим, есть человек, которым, да, ну, правда, когда мы встречаемся с друзьями, мы там редко ходим там трусцой, да, там, или там, не знаю, мы редко ходим в спортзал, там, еще что-то. Ну, как мы, что делаем? Ну, как правило, там, ходим, не знаю, в кафе, там, в ресторан, да, не дай бог, там, в бар и еще что-то, и там гуляем всю ночь. Вот. И если есть человек, которому, да, там, труднее передвигаться, и который, да, имеет какие-то привычки, да, в еде, да, само собой каким-то образом, там, на нас оказывает влияние. Но это не к тому, что, там, перестаньте общаться с полными, да, еще что-то. Это просто, да, вот это демонстрирует некоторый механизм, да, там, общественный. Потому что то же самое, например, обнаружили с счастьем, да, счастье тоже заразной болезнью. Если, да, вот, если у вас есть близкий друг, там, не знаю, или родственник, с которым часто общаетесь, который, там, счастлив по жизни, да, есть какая-то, там, тоже порядка 50% вероятность, что счастьем заболеете тоже в ближайшее время. То же самое с депрессией, например. Депрессия тоже, да, по такому же принципу распространяется. Да, если, да, вот, курение тоже, да, но у курения, как бы, есть тренд в обществе другой. Курение теперь, как бы, да, там, все меньше и меньше людей курят. Да, и там обнаружили такую вещь, что если у вас есть близкий друг, который бросил курить, есть такая же, например, вероятность, что в ближайшее время бросить курить его. Да, это просто показывает некоторый механизм, да, общественный, который запускается. Вот. Что еще там, какие структуры есть? Есть, там, бара-бам-пам-пам. Знаете, можно посмотреть телефон? У меня тут просто шпаргалка есть небольшая. И это не к тому, что я хочу проверить там сообщение, да, еще что-то. Вот. Другая прикольная тема. Был такой гениальный социальный психолог Стэнли Милграм. Кто-нибудь слышал о нем? Да, Эд. Он известен тем, что он поставил один из самых таких известных социальных экспериментов, и в то же время, значит, довольно бесчеловечных. Он, значит, собрал там наивных испытуемых, да, и сказал им, что мы хотим попросить вас принять участие в эксперименте. Мы там отрабатываем, да, вот новую методику образования педагогики. И вот у нас есть ученик, да, там, другой человек, да, и мы получили ток. И он сказал, что если он будет отвечать неправильно, то вы как бы бьете его током. Да, и с каждым разом, что если он отвечает неправильно, то вы, соответственно, напряжение повышаете. Да, он увидел, что очень там, как бы, очень много людей готовы донести, ну, довести напряжение до смертельного, до смертельно опасного, да, лишь потому, что какой-то более высокостатусный человек в виде экспериментатора просит его об этом сделать. Не приказан, просто просит, да, потому что довел там до 150 вольт. И он слышит, что человек там орет над этого удара током. И он спрашивает меня продолжать, экспедитор говорит там, продолжайте, пожалуйста, да. И он, ну, видно, что он переживает, да, но он продолжает это делать, хотя он, по сути, ничем не обязан был ему, да, он мог в пустоте уйти. Это, кстати, вот результаты эксперимента, если не ошибаюсь, использовали даже в оправдании, да, там, вот, преступлений в период Второй мировой войны, да, когда вот эти, во время Холокоста и нацистские преступления, да, в том, что люди зачастую просто упоняли приказ, а не потому, что они это делали, потому что не хотели этого, да, ну, вот. Не знаю, насколько это было эффективно. Но Милгрим еще известен другим экспериментом, экспериментом так называемого малого мира, да, про шесть рукопожатий, наверняка уже, наверное, все слышали. То, что, допустим, разница, дистанция в людях между мной, допустим, не знаю, императором Японии четыре человека. Да, и как он это обнаружил? Он просто написал письма, да, адресованные конкретному человеку, да, и без адреса только. И просто раздал их людям, да, но и просил там человека следующего, да, передать его кому-то еще это письмо, но главное, чтобы он сам написал свое имя, чтобы знали, чтобы люди знали, что письмо пришло типа от него дальше. Я обнаружил, что эта цепочка шесть человек, да, все время повторяется примерно. И этот вот малый мир, он встречается повсеместно. В социальных сетях он примерно воспроизводится, да, там, дистанция между, там, людьми, да, там, в Фейсбуке, например, или там, дистанция по переписке в электронных почтах, там тоже, там, 5-7, да, человек в дистанции, как правило, да, вот, в целом, ну, длина цепочки. Вот. И это вот тоже какая-то вот такая вещь, очень модная и активно применяемая, да, вот в практике, там, не знаю, нетворкинга, да, как вот быть крутым нетворкингером, чтобы тебя все знали, чтобы у тебя были крутые связи и активно там это применяют. Что там еще? Встальные сети позволили, да, например, по-новому посмотреть, например, на маркетинг, да, потому что в форме сети можно представить некоторую коммуникативную сеть, кто с кем общается, да, и как часто. Это вот в период Второй мировой войны, я, там, знаете, это очень грустно, но психология вообще, это наука которая возникла, да, в период мировых войн, да, потому что был такой спрос. Там было два спроса на психологическое знание. Как оценивать офицеров, да, чтобы они там были наиболее эффективны в боях. А второе, да, вот, это как эффективно пропагандировать какие-то идеи, да, и, например, была такая вот, ну, есть университет в Америке, да, и там возникла так называемая Ельская школа убеждающей коммуникации, да, и там возникла задача, как разработать, да, какие-то, да, вот, пропагандистские стратегии, чтобы противостоять на территории Европы, вот, нацистским идеям, да, нацистской пропаганде. И там возникла так называемая Ельская школа убеждающей коммуникации, и они там нашли вот такую некоторую социальную роль, которая, да, максимально там упрощает, да, там, коммуникацию какой-то идеи, там, большому пространству, ну, большому числу людей, они называли это лидер мнений, тоже какое-то вот понятие, которое там циркулирует везде постоянно, да, и теперь постоянно, да, как бы, вот, если там продвигаете какую-то идею, да, там, говорят, найдите человек лидера мнения, да, вокруг которого крутится много людей, и он может оказать на этих людей внимание, ну, какое-то сильное влияние. Затем просто обнаружили, что, что обнаружили, что есть не только лидеры мнений, да, сразу отправляю почитать интересную книгу, называется «Переломный момент», автор ее Мальком Гладуэлл, она очень так спекулятивная достаточно, там есть начало, там еще прикольно в плане того, как распространяется мнение, да, там в обществе, и мода распространяется, он выделил там несколько ролей, во-первых, он выделил роль, там, эксперта, эксперт, человек, который, там, ну, что-то знает, в чем-то разбирается, но он не особо хочет этим делиться, и у него очень мало, там, связей, да, контактов, там, отношений, друзей, еще что-то, но есть, есть еще, другие люди, есть, допустим, продавцы, да, это люди, которые, да, вот, есть у них какая-то идея, да, и у них есть возможность, там, эту идею распространить, да, большому числу людей, потому что, ну, он со многими общается, все общаются с ним, и так далее, вот, и есть, есть еще вот другая роль, ее называют роль брокера, это вот, такая, как бы, связующее звено, потому что, если вот, если мы представим, что это вот две разные группы, да, между ними, вот, нет связи совсем, да, но если между ними возникнет какой-то человек, вот такой вот, да, он, как бы, единственный человек, который является посредником взаимодействия между этими группами, и его называют, там, социальным брокером, и это тоже такая, ну, как бы, интересная роль, да, в плане того, что, по сути, это, как бы, единственный человек, который способен, там, да, вот, сделать так, чтобы люди, там, общались между собой, это, допустим, активно, там, применяется в организационной диагностике, да, если такие люди есть, да, между, там, двумя рабочими командами, если команда не общается между собой, общается только через одного человека, это не очень хорошо, потому что, это, так называемый феномен бутылочного горлышка, да, или, там, как бы, там, как песочные часы, да, там, на входе очень много, да, нужно пропустить, а пропускная способность очень маленькая, да, это тормозит очень многие, да, там, не знаю, параметические процессы, там, да, в организациях, еще что-то, и, еще обнаружить, и, вот, если продолжить, да, как бы, отношения между ними, мы можем найти, мы можем найти, так называемые, еще дальше пойти, есть по структуре, можно найти, так называемые структурные пустоты да то есть это это то пространство сети которое могло бы чем-то заполниться не заполняется допустим это вот вот здесь да вот есть два человека два брокера какие-то но вот между ними да вот нет связи его здесь нет связи со всем хотя она могла бы там возникнуть и это очень тоже интересный классный феномен потому что допустим в че там в организациях заметили да что человек который занимает структурную пустоту он он начинает очень хорошо цениться в компании да он да там начинает там высоко оценивать свою эффективность да все там руководители начинают его любить да и так далее еще обнаружили другую вещь что этот человек более креативен да он креативен да вот бард рональд бард который предложил эту концепцию структурной пустоты он первых начале тысячных годов пришел в какую-то техническую компанию и собрал собрал там инженеров работников и попросил их там предложите таки нибудь идеи да как нам типа дальше развиваться на компании ну какие-то инициативы которые компания может развить и и они написали да там много человек было весь необычный шипец там человек 100 наверно было и каждый предложил какие-то идеи а затем эти идеи оценили менеджеры да топ-менеджеры и они там проранжировали соответственно тех людей которые там получили ну показать че идеи показать более креативно интересные чем менее креативно интересные и потом обнаружилось что те люди которые предложили более креативные решения не за они занимают структурной пустоты да в чем как это можно объяснить но типа того что человек просто лучше понимает что происходит в разных отделах да там компании да все просто нему стекается и он поэтому может там да вот зная зная например с какими проблемами сталкиваются там сотрудники одного отдела да он знает да как бы успешные практики решения этих проблем там с другого отдела он может им предложить да или может сопоставить разные точки зрения да вот на решение проблем и что-то предложить новое и такие следы допустим креативность с точки зрения структуры социальной они очень крутые и очень прикольные потому что например как вот мы психологи например следуем креативность одной стратегии какая мы возьмем какого-нибудь не знаю креативного директора да и спросим в чем там секрет вашей креативности и он там не знаю может гнать на всякую пургу типа того что не знаю там ем мох по утрам там пиво рассу еще что-то вот а вокруг него происходит такая очень насыщенная жизнь просто не способен да там объятия осмыслить все поэтому пытается рационализировать и исследование креативность с точки зрения социальной сети показывают что скорее всего креативность это не какая-то там личностная черта далее там стиль мышления или образ жизни скорее всего креативность это какой-то большой социальный процесс и креативные люди просто занимают какой-то вот часть этого процесса который позволяет там находить там творческие решения либо знать о творческих решениях это очень прикольно да и одна из рекомендаций какое допустим да там структурным дыром определяет на крем на ходить структурной пустоты занимайте их и все бы там по стекаться да и вы будете как владеть сюда там не знаю ситуации еще что-то вот поиск поиск творческого решения ну дачи нахождение творческого решения ну на разных контекст бывает ну задача какой-то просто само слово креатив возникло не так давно лет двадцать тридцать назад в америке под условием того что при появлении какого-то нового товара его нужно было качественно продикламировать и продать отсюда появились люди которые могут настолько преобразить рекламу или объяснить об этом товаре чтобы его начали активно покупать и вот это вот начали называть креативом сегодня подобный термин применяют также структурам подобном развитие общества ну просто ее модернизации то есть вы имеете ввиду что вы проверяете креатив именно на грубо говоря товар на денежный оборот или к любым социальным структурам и их развитию во-первых слово креативность креатив я в самом широком смысле этого слова применял то есть что-то ближе просто творчеству первое творческое мышление не знаю да вот ну когда нам психологом понятие говорить творческое мышление дали продуктивным мышлением еще говорю вот креатив конкретно допустим да вот и все дни которые в организации приводятся да они проводят с точки зрения того что опять же есть кать задачи какой-то кейс к это проблемная ситуация и допустим не знаю вот да есть такой кейс когда нужно там так преобразить да там уникальное торговое предложение чтобы она стала до то что на сексе да и привлекательно да и поэтому вот но тем не нужно делать и дан таким классным до чтобы они все говорили так далее поэтому люди придумывают что-то такое это один кейс до другой кейс бывает типа того более такие сложные например да два руководителя поругались внизу жесткий конфликт да и нам нужно придумать что-то такое зная весь всю всю подноготную в компании чтобы эти люди помирить дай ну или хотя бы не помирить но так чтобы конфликт между ними не сказывался на совместной работе эффективности так далее это тоже некоторая вот ситуация когда необходимо придумать какое-то решение да и все решения мы можем проранжировать опять же да наиболее тривиальные например типа такого что ну давайте не знаю там посадим их друг с другом пускай там поговорят нормально ну или что-то такое дам более заощренное более сложно пример да давайте не знаю там я даже не знаю я не креативный я не смогу alta к ну вот тем не менее да нет давайте уволим то или при чем не не и когда например а кому-нибудь другого да по поводу которых возникает конфликт либо еще что то ну то есть возможны разные да то есть наша жизнь такая что возможные разные да там выход из какой-то ситуации и эти выходы можно тоже про ранжиров в этом смысле да там вот я говорю о креативе вот еще там кстати вот блин спасибо за вопрос есть знаете вот в очень вообще крутое исследование у нас вот опять четыре человека до взаимодействия с собой у нас может быть другие человек 4 человека до другая группа которые заманить нас еще может быть чтобы вообще до абсурда довести еще четыре человека которые могут там взаимодействовать с собой да и в чем чем фишка не могут быть смотрите они могут быть вот таких отношениях да и мы видим что есть какое-то пространство тут который там можно как-то математически описать и определить его что это надо вот что вот это больше структурная пустота чем эта структурная пустота то есть тут количество связи может возникнуть больше чем например здесь до потенциальных связи да вот и поэтому мы называем что это скорее всего да там больше ну структурной пустота который можно занять и потом есть тут может от человек который может да вообще всех там соединить до что конечно даст там не знаешь опять же там не возникли естественным образом как а почему некий человек дождите как некий человек может эти связи установить познакомиться ну да там возможно к очень разные варианты да во-первых нужно смайти если мы говорим опять же об организациях то есть о структурах формальных да где детально прописано кто с кем должен взаимодействовать и током подчиняется то мы опять же знаем что человек это существо социальное можем вы что есть отношения которые возникают неформально да допустим на основе симпатии да мне чек нравится да мне нравится его взгляды да мне нравится там не знаю его работа и мы с ним там общаемся или могут быть возникли отношения на основе экспертности да я доверяю этому человеку потому что он разбирается в этой теме и я так могу с ним пообщаться да под видя ко мне возникает проблем я к нему обращаюсь еще что-то и в этом смысле да если говорить о формальных структурах то там влияние формальной структуры на формирование межридических отношений очень тесно связано потому что отношения да вы правы они возникают просто так они возникают чаще всего по какому-то поводу да если мы говорим об организациях да этот повод этот повод чаще всего связано с работой да то есть то что формально приписано и и да мы там можем не любить главного бухгалтера он может нам не нравится ему вынужден общаться по работе да там буквально каждый день например да а с другой стороны он может нам нравится да и можем чем общаться там вне рабочего времени да и снов просто неформально отношения если говорить о том как формируются отношения между людьми которые по сути с собой никогда не взаимодействуют да то это как бы там большой вопрос и там возможно все что угодно и да и главное просто ценность всех этих исследований показали то что неформальные отношения такого рода нужно развивать да это очень важно и поэтому разные да там не знаю компании преимущественно креативные технологические которые могут себе финансово это позволить стараются да вот создавать некоторые условия которые способствовали бы формированию спонтанных да там отношений приятельских да не рабочих а может быть рабочих но рабочих неформальных да то есть не знаю я я вроде бы не должен общаться допустим с каким-то там специалист по продажам вместе общаюсь потому что тот такой прикольный человек не можешь посоветоваться на тему там не знаю чего-нибудь например вот есть студия pixar ну знаете мультики до полного головолом когда последний выходил вот очень прикольная история там в гауру бизнеса вилле ходила статья недавно недавно давно в чем секрет креативности pixar и там возможно они там как бы наврали но тем не менее фишка в том что у них как бы офис как устроен то похож на ангар да и люди там кататься на роликах и это способствует тому что просто люди которые занимаются на разных проектах до чаще взаимодействия пересекаются между собой и могут обмениваться какими-то идеями нет я думаю что есть человек умеет рисовать его легче научить кататься на роликах чем искать другого человека который умеет рисовать да скорее всего вот так и например другое исследование да там ну то есть чем чем больше контактов да чем больше обмен идеями тем больше креатива можем там нагенерить например другое прикольное исследование американское все сейчас американские серии проводятся крутые ну вот они взяли несколько лабораторий которые находятся рядом до какой-то университета не помню какого ну то есть там много ученых работает много лабораторий между лабораторий корпуса точнее и они отслеживали да вот пути как люди передвигаются да там коридоры до лестницы какие лифты еще что-нибудь такого они просто обнаружили что люди которые там не знаю чаще всего там да имеют там больше всего контактов да с кем-то то они там проводят публикуют больше исследований проводят больше исследований более того не обнаружил такую прикольную вещь да они обнаружили что до важно дистанция между рабочими пространствами да допустим рабочими столами да чем она ближе тем она лучшим на топ типа в большей степени способствует образование их отношений они еще обнаружили такое что очень важны общие общие там пути да там передвижение например не знаю там дорогу в туалет да там 11 ксерокс на одна кофемашина так далее меня сформировался интересный вопрос курилки отменили как же заполнять структурные пустоты вот это супер да спасибо например с асбером там тоже возник такая штука да там же отменили обеденные перерывы да и от на но в этих отделениях до которые вот в отдельных районных отделениях да там отменили обеденные перерывы и там просто как бы они сменяют друг другу не просто сменяют друг сменяют просто меня да кто-то хочешь там поменим я пойду быстро перейдем нет наши без обеда они потому что там происходит сбербанке во первых они по трудовому кодексу не имеет право держать где там больше восьми часов до во вторых там без обеда тем более не могут и это классно ну да на смысл том что возвращаясь к тому что сказали да когда они отменили до обеды да это очень сильно там ну ну одна из гипотез для что-то сильно там ухудшило климат на там в офисах отдельных вот и исследование которое там проводилось в мать и они наден эти там они придумали такое устройство они назвали в бейдж это реально бейдж который надеваете но этот бейдж фиксирует там с кем вы общаетесь куда вы ходите да ну в пределах организации опять не там ничего не написано это просто устройств которые там не не это все неважно да это это чисто это они делают такие проекты да там по по организационной диагностике и чего они там сотрудники носят и получается никто опять же может насать никто сеть до взаимодействия между людьми они обнаружили такую вещь что да вот если отношения да и часто взаимодействия не насыщены да их их мало то это очень сильно сказывается на эффективности и один из один из критерий но один из рекомендаций которые не выписаны там для одной из компаний это типа да сделайте совместные перерывы и реально они сделали совместные перерывы но да они и это очень это очень лучшего повысила эффективность да и лучше там атмосфера да там в критике это кстати было на примере колл-центра да и это было настолько эффективно что там эффективность исчислялось чуть ли там полтора миллиона долларов что ли в год это увеличило эффективность колл-ц работы колл-центра да то есть это очень существенные вещи которые там важны то есть в плане того что нужно создать какие-то там споты да то есть точки до позволяющие дима общаться это очень важно одна из не нам что статью о том как дизайн влияет на наш образ жизни да и там тоже была такая идея что нужно проектировать офисы не как куда вот эти вот там отдельные кабинеты там или кубики на которых мы работаем а скорее как библиотеки еще учитывая что сейчас есть какой-то типа тренд до видела часть учиться есть какой-то тренд да там не знаю на удаленную работу еще что-то к офису нужно относиться как да вот не знаю там точки синхронизации между людьми да чтобы люди могли там пообщаться там обменяться идеями да там с точки проблем или конфликты опять же создать некоторые там точку где вот люди могут общаться был вопрос ну я думаю что проводилось но они скорее с не были такими масштабными и детальными как сейчас потому что же технологии просто все это облегчает причине возникновения соц взаимодействия потому что что мешает люди познакомиться предположим вот например заметим сегодня давайте не формально обстановки группы которых в принципе могут не взаимодействовать но это может ничего не связывать до предположим какой-нибудь потоковой лекции на которые дают задание что знаете короче вы друг у друга у всех соберите все ваши процентах где-то потом скидет отслышку и чтобы я посмотрю чтобы все-все было я хочу чтобы вы все знали но предположим и никто этим не собирается заниматься потому что никто почему-то друг друга не знает никто ни с кем не общается предположим а что мешает людям просто пообщаться вот просто подойти искать привет чё как дела вот чё какого чё какого слушай мне там нужно просто вот что мешает людям просто вот так вот подойти и вот подать руку и познакомиться как я вонюх а я опять ну смысл в том что по крайней мере я замечаю сегодня что социофобность это стало неким мейнстримом что ли это популярно очень часто встречается и дело даже не в экстраверсии какой-нибудь а в том что возможно это идет из воспитания то есть сюда можно прийти к неполным семен да что предположим ребёнка воспитывает женщина а если ребёнка воспитывает одна женщина то это абсолютно два таких крупных пути выхода то есть либо это вырастет такое зажатое существо абсолютно которую ничего не позволяет которую пьют палки постоянно за все проказы просто постоянно что же ты делаешь что получили за это или второе это будет развязанное существо абсолютно которому всё можно которому всё всегда позволяет и он смотрит на всех остальных да как на червей просто ну вы не как-то много всего а какой вопрос то что мешает людям общаться да что мешает на видео неформальной связи откуда вот эта социофобность я не знаю что такое социофобность да я потому что не клинический психолог точнее я у меня есть какое-то там обывательское да понимание чего это но я я бы наверно не стал применять этот термин да я не знаю что вы там по этим подразумеваете по социофобии да вот я думаю что если говорить если говорить да вот о том почему не возникает да отношения между людьми да там да масса причин да и даже не нужно быть психологом чтобы понимать что не возникает да да не нравится мне этот человек и все не да а что причина она гораздо она сидит настолько глубоко что уровне мозга есть мы есть они мы если рассматривать на три группы есть наша группа есть их группа и к их группе будет отношение всегда негативное до какого-то момента там когда они все соберутся мы вместе откуда это все идет это все идет и от времен когда были племена было несколько разных племен которые если эксперимент я думаю что вот да я почему говорите я думаю что это не про племена знаете давайте да чтобы вот мы обычно сейчас найти накидаем много смыслов и непонятно будет о чем мы говорим да смотрите есть следующая вещь да за что я очень люблю вообще психологи социальной психологии есть какой-то факт да вот не знаю там люди не общаются между собой да есть какие-то две соответственно два типа отношения к этому факту может быть мы можем попытаться объяснить найти причины почему это есть да но мы можем провести миллионы исследований да мы можем провести там много опросов тестирования и что-то выяснить да но по сути как показывает практика это никакого отношения не имеет к тому когда мы задаемся вопросом а как это изменить да то есть можем отталкиваться нет причин можем отталкиваться от от конкретных целей до этого будущего которую мы хотим поэтому в этом смысле если задаваться вопросом да почему люди не общаются да я бы перформулировал его а что сделать так что были чаще общались от они общаться не могут быть там по множеству причин да опять же там начинают там всяких там житейских обыденных да типа нравится не нравится не стесняюсь либо еще что-то это тоже и кстати почему не стесняются да либо еще что-то же там может быть миллион точек зрения да на это все и и это нам по сути вообще мало чудо то что еще понятия да как люди общаются завunction почему и и как это исправить поэтому гораздо более стоять опрос а как это исправить как что как можно изменить инфраструктуру как можно изотношения не для отношения а вот это взаимодействие до которые требуется чисто формата точки зрения как заметь там социальный контекст который будет способствовать тому что не знаю почему работу допустим на там команда образования да потому что создается некоторая да вот ситуация в том ситуации heraus now игровая до которая позволяет пообщаться не не кта общаешься человека мне из точки зрения да вот как я там я вам хочу там выяснить да там в степи с тобой отношение дакует контакт да и выяснить там кто ты такой что такое нет возможно возникает какая-то от игровая ситуация которая облегчает нам вступление в эти отношения вступлению контакт да а там уже да возможно что-то там разморозить отнута там так зам отношении а там уже может чуть возникнуть да там можно и познакомиться поближе начнут отношения какие-то там хорошие устойчивые приятельские дружеские спасибо да а может и не возникнут но мы должны быть уверены опять же если мы говорим там не про все общество потому что опять же я затрудняюсь про все общество Ну, допустим, если говорить там про университет, про школы, про организации, про еще что-то, про социальные институты, то там просто важнее, что люди просто готовы вступить в отношения, и они открыты к этому отношению, а вот не то, почему они не вступают, и в них я вступаю, да, то есть тут как бы некоторые оттенки разные. То, о чем вы говорили, там есть группа одних людей и группа других, то между ними будет так называемая аудогрупповая агрессия. Да, это может быть из-за того, что действительно мы все жили в временах, и цели выживания действительно требовали такого рода отношений. Но, с другой стороны, есть эксперименты, которые говорят, что это вообще, это не просто отношения, просто наш мозг так работает. Когда мы просто объединяем предметы в одну группу и предметы в другую группу, мы почему-то находим между ними больше отличий между этими группами, чем внутри группы, да, вот так далее. То есть это там эксперимент, так называемый, там, Андрей Тешфоле, можете там почитать, он, да, очень много исследовал про то, почему люди конфликтуют друг с другом. Вот. Вы вот говорили, мы обсуждали, что люди, которые могут общаться с большим количеством, как бы, разных групп и разных людей, они более успешны. А может ли это быть связано с каким-то изменением самих каких-то познавательных функций, то есть человек более открыт для поступления новой информации и нахождения связи между разными группами? То есть я правильно понял, что, типа, что первичнее, да, типа, человек с сего, да, там, готовностью вступать в отношения, или, или вот отношения, да, которые, или человек, или вот социальная структура в том, например? Да, ну или какая-то просто фактическая информация, которую он получает в ходе этих взаимодействий. Да, а можешь еще раз вопрос там в двух словах буквально, короткий, давать? Что на самом первичнее влияет на эффективность общительного человека? То, что он по структуре сознания своего открыт для получения новой информации извне и нахождения связи между их потоками? Или просто та фактическая информация, которую он получил в результате взаимодействия? И то, и до, да. Да, да, принцип диалектики, да, любое состояние имеет свои последствия, да, и эти последствия оказываются влияние на это состояние, да. Поэтому, да, с одной стороны, да, есть человек с его какими-то индивидуальными свойствами, да, там, психическими, да, общительность, да, там, некритичность, да, там, эмпатийный, да, там, способность, способность переживать, сопереживать, да, там, эмоциям человека, который собеседник, еще что-то, да, там, открытость новому опыту, да, высокий интеллект, еще что-то. И это, безусловно, оказывает влияние, да, на то, вот, как мы там строим отношения, да, с кем, да, и какая вот сеть вокруг этого встраивается вокруг нас, да, вот. Но там еще есть другая, 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 вот, другое влияние, да, это, так называемое влияние социальной структуры на человека, да, то есть, изначально философия вообще этого подхода сетевого была в том, что индивидуальные свойства человека не важны, да, человек есть следствие большого социального процесса, да, и это тоже, на самом деле, очень верно, да, опять же, это очень диалектичные вещи, да, да, это как вот, это, как вот, знаете, вот есть, как его, феномен разбитого окна, да, если возьмете какое-нибудь здание, да, с стеклянными красивыми окнами, да, разбите одно окно, и к вечеру будут разбиты все, да, и так далее. То есть, есть какая-то вот социальная ситуация, которая может по развитию какого-то поведения, и, а может и не способствовать, да, то есть, ну, но есть какой-то триггер, да, контекстный, да, если этот триггер там соотносится с какими-то там индивидуальными свойствами, то, да, да, там, скорее всего, это поведение возникнет. Там еще есть другой процесс, то, что ведь возникает вообще большой процесс, допустим, не знаю, ты совершил какое-то одно действие, ты вовлекаешься в какой-то больший социальный процесс, да, который у тебя это действие еще больше и больше вызывает. Допустим, как это вот, как правило, бывает там после выпуска из университета, да, ты не знаешь, чем заняться конкретно, да, но ты как-то попал в компанию какую-то, да, у тебя там безусловно какие-то способности, знания там еще что-то, но, ну, и ты попал в какой-то вот, какой-то процесс большой, да, который у тебя развивает, соответственно, там, опыт, да, соответственно, там, компетенции, соответственно, там, знания, там, стиль поведения и так далее, да, а если бы ты изначально попал в какую-то другую ситуацию, у тебя мог быть другой процесс, да, вот, и хотя на входе у тебя были, да, действительно, там, одни и те же, грубо говоря, свойства, да, а на выходе получилось совсем другое, да, но это опять же все это связано между собой, да, и я думаю, что нет смысла даже как-то их разделять. Барт, Барт вообще гений, да, он еще другую прикольную штуку провел, он, есть, есть какая-то RPG-онлайн-игра, он не называет какую-то, наверняка это World of Warcraft, где там есть, там же есть, я ни разу не играл, но там, да, там, я опережь на статью, там, значит, у людей есть возможность выбрать разные персонажи, да, и причем там один человек может выбрать несколько персонажей, правильно, там, у которых типа разные какие-то там способности, не знаю, там, вор, там, не знаю, маг, рыцарь, там, еще что-то, ну, вот, и он обнаружил, и был вопрос в следующем, да, в онлайн-игре тоже можно построить структуру взаимодействия, кто с кем общается чаще всего, кто дружит, кто конфликтует, да, там, кто там вместе выполняет какие-то квесты, еще что-нибудь, и, то есть, возникает какая-то социальная структура тоже вокруг этих людей, вокруг акторов, и он вокруг этих игроков. И была задача следующая, да, выяснить, а что, опять же, первичнее, да, вот, социальную роль, да, допустим, не знаю, там, маг, да, и который определяет, да, там, твои способности по взаимодействию с другими игроками, да, и, по сути, как бы, создает некоторые условия для возникновения какой-то конкретной социальной структуры, да, вокруг этого магма. Есть там рыцарь, да, у которого другие способности, соответственно, вокруг него состоится немножко другая социальная структура, которая больше подходит, да, под zipper history поведение еще что-то. Вот, что важнее, да, вот эти вот ролевые персонажи, да, свойства, или свойства человека, который играет, да, если, потому что, если важны свойства человека, который играет, то, скорее всего, социальные структуры будут схожие или одинаковые между персонажами. Одно же, что да. Одно же, что схожие социальные структуры возникают в руках персонажей. То есть влияние человека все равно как-то влияет, оказывает воздействие на то, как вокруг нас общаются, с кем мы общаемся. Но в то же время нельзя, безусловно, отказываться от ролевых ожиданий.